И десятый дебал, это состав команды Масибеляна Олегри, Мурисия Почетина возглавляет Тотенхем, Шимон Марчинек из Польши. И два мяча от Тотенхема в отдельно взятом матче Сен-Хен-Мэнштаб, бой! Буфон выручает свою команду уже на третьей минуте этого матча. К супер-клубам Испании и там той же Англии, я думаю, что Эриксон на своей позиции. Небольшой офсайд был у Дугуса Коста, судья не среагировал, Игуаин поднимает руку, он как раз удержался от офсайда, навес не... Два адресата у Эриксона по штрафную, пробрасывает мяч Кейн, опасно, еще одно движение здесь. Руку или попадание в руку, здесь Эриксон сделал вид, что пробьет, бить не стал, здесь попал мяч в руку к Елине, наверное. Тотенхема очередной, передача вперед, Деряли, отличный пас скорости, хватит Кейну, Кейн, пустые ворота мимо! Ну, в принципе, наверное, сократил, насколько возможно, вот это вот расстояние от себя до нападающего. Пас к линии штрафной, Дуглас Коста, одно движение, второе, Коста уже... Падает, пенальти, пенальти, павец, судья, пенальти же! Хорошо, что это сделал, здесь уже мяч уходит, а вот он приземляется, а где Кейн? Отличная передача, Дайер, нет, так, не забьешь, Эрик Дайер очень хорошо играет на старте, Ему принимает мяч, Али неподалеку от него, сон идет самый, зарабатывает еще один угловой. Матю Ди, смотрим еще раз, Дуглас Коста, вот он пробрасывает мяч, наступает на газон, и Камбидро сопернику Янфер Тонген, наверняка, Янфер Тонген первая... Корейский нападающий лежит на газоне, потому что ему попали по ребрам, очень здорово, а сейчас Кейн, Ох, момент, Буфон, момент... Врезались друг в друга, сонный игрок Ювентуса, и тот застыл... Я бы сейчас, Саша, извини, на повторе бы обратил... Читав траекторию полета мяча, еще в воздухе, понимая, что мяч может перелететь через соперника. А вот что случилось, Борзали наступил на икроножную... Тотонген Эриксон, шикарно увидел адрес, Харькин! Ух! Забивал он таким ударом... Защитник центральный, есть Тураро, который может на этой позиции... Бентанкур, короче говоря, посмотрим... И это почти гол! Сон бил в дальний угол за счет маневра товарища Кари Кейна... На себя, краем глаза, а Сон просто идет вперед себе... Финт вправо бросил мяч, корпус туда, мяч сюда, пробил... Классик! Но передача от Кейна на Эриксона пошла настолько быстро, что оказались отрезанными полузащитники и, конечно, серьезнее. Сон оказывается неприкрытый, непонятно, кто против него играет. То ли Борзали, то ли должен Хидира страховать. Но почему второй раз сегодня ворота попал, а тогда головой попал на буфон выруч? Но они все крайний защитник, на то он и в этом амплуа играет. Да, хороший момент у Ювин. Выигрывать не удается. Пьянич махнул мимо мяча и задел... Делиали пропускает следующий матч, когда... Ну, Ян, если ты спиной к ней стоишь, одно дело, ты же видишь линию. Ну, сделай полшага назад. Ну, игрок такого опыта, такого класса, такие вещи. У Эрикса, она под удар, вот так вот, и удар туда опять в сторону воротки Елини. Падает на матч, но мне не показалось, я комментировал игру Слаццо, что с поля римского Олимпийского стадиона, возможно, два... Не справляется со скоростями Тоттенхема. И Бенаттия тогда махнул тому же Делиали сзади по икроножной мышце шипа. По подъему сам Хидиру шипами и тоже получил предупреждение 4-2 по карточкам. Ну, у Али просто очень много играли, и тут же красивый перевод на зону. 1-1, защитником удар в дальний угол, слишком сильно влепил мяч. Очень странно, еще раз обращу внимание. Резонирует. Кладу Асамову, вместо него... Нет, я знаю, что ты не любишь сборную Франции, теперь я сегодня узнал. Нет, я очень не люблю согласиться. Бенаттия, вот так вот, они все-таки не перейдут на схему с тремя. Ну, если говорить о перспективах Ювентуса, восставь слева, и вот момент! Дебала! Дебала не попадает в створ, и, возможно, этот момент, от которого могло бы зависеть Санги. Сейчас даже он уже был в штрафной, действительно, как нападающий, а подавал-то Асамову. Бил именно Дебала, когда они начали громить Барселону. Удар в дальний угол, и гол! И гол! Это Игуаин! А мяч, что полетел, на самом деле, это скидка на Гонсало Игуаина. И 3-3 по сумме двух матчей. Не поднял флаг Хидира, оказался в чужой штрафной скидке на Игуаина. И вот единственный случай в матче, когда Топенхэль выхода в одну четвертую финал. Игуаин просто великолепен. Дависон Санчес развернуть себя позволил. Выход Дебала один на один, и он переигрывает Юрину Ювентуса. Действительно, потому что, если представить себе новые голы, новую ничью уже со счетом 3-3. Санческого футбола буквально втаскивает обратно в игру. Сколько перехватов, да, к Елене может где-то ошибаться в передаче. Хидирин Хэм просто завозил Ювентус в их штрафной площади. Все время мяч у игроков лондонской команды как-то сваливается немножко в кучу. Удар! Удар! И мимо ворот попадет в створ. Потащил Бобуфон, трудно сказать. 10. Ну и 7 было у Микдебинати, который не весь матч играл. Для сравнения, для сравнения вот в этом показателе. Флаг, но игра продолжается. Сон, пас Эриксону. Под удар, Эриксон пробьет! Но совсем неудачно. Не в штрафной, потому что тогда бы спорил кто только. Но, кстати, нужно было давать штрафной, потому что здесь-то рука на весу. Штрафной, скидка назад, передача, будет удар. Кейн! Штанга! И Минус! Линия Бобуфон! Пересек мяч Лени или нет, положение вне игры. Во-первых, у Кейна. И смотрим вот этот вот повтор. Ну, здесь и не могло быть голым мяч, что летел от... Субтитры подогнал «Симон»!